У меня такой вопрос. Все-таки не идеальный абсолютно человек, конечно, со своими погрешностями. И одно из таких минусов его политики, это, наверное, упущение в межнациональном вопросе, которые выразились и в конфликте, в трагедии декабря 1986 года в Алмате. Это и резня Карабахи между армянами и деприджанцами, в которой он, как глава государства, должен был проставить четко позиции. Вот это ваше, вот это ваше. Но этого не было сделано. Ну и потом, чем больше углублялась перестройка, тем больше мы видели таких национальных конфликтов на всех просторах Советского Союза. И в Таджикистане, и в Грузии, и далее, и далее. Вот, как вы думаете, является ли это его ошибкой, незнанием, упущением или сознательным действием? Ну, давайте, во-первых, скажем, что межнациональные отношения, особенно в таких многонациональных государствах, каким был Советский Союз, они всегда, эти конфликты, имеют место быть. В тоже Индии, например, в Китае. В США даже есть расовое отношение, там, между афроамериканцами и белыми, там, или в Испанию, кустами, из Испании, очень много испаноговорящих. И Ниегор Борисович, он породил эту ситуацию. Вы ошибаетесь, если думаете. Некоторые думают, что как будто он что-то там так это возбудил. Эти проблемы копились годами, конечно. Вот эти депортации народов. Потом, значит, в свое время, как бы, такое резкое проведение границ между республиками. Большевики же, у них же и метод какой был? Решить, сломать, быстро там. Вот, не всегда вот эта быстрота, она, так сказать, является справедливой в решении вопроса, особенно в национальных отношениях. И вот Горбачев столкнулся с этой проблемой в полной мере. Ну, мне кажется, ему то ли не хватило знаний в этом плане, или, значит, не хватило, может быть, силы боли, чтобы силу погасить конфликт. Но если бы он стал уводить войска, это опять могло обернуться другими конфликтами. Ну, я согласен с вами, что Горбачев, на мой взгляд, медлил. Вот этот, когда вспыхали международные конфликты, государство должно действовать действительно быстро. Оно должно гасить конфликт. А потом уже решать их, так сказать, в цивилизованной форме, там, на каких-то законных основаниях, на каких-то встречах среди лидеров, там, в советах Сокалов должны были в этом работать, там, в советах женщин, там, находить какие-то компромиссные... Точки церкви, прикосновения, да. Потому что территория, на которой живут, скажем, те ли этнические группы, они же там тысячами или миллионами живут, их же не высадишь. Это же непростой вопрос. И мне кажется, вот здесь действительно Горбачев почему-то допускал такую странную медлительность, что меня тоже удивляло. И вот работаю над его книгой, над его воспоминаниями, я вот заметил такую вещь. Он действительно даже терминологический, и даже понятие на парад у него такой, как бы, низко устаревший советский. Например, по отношению к национальному движению республик Привалтики, эстонцев, значит, латышей и литовцев, он использует термин национальный сепаратизм. Мне кажется, это недопустимая вещь. Ну, для того периода, наверное, оно так и звучало. Нет, ну, это книгу он-то написал несколько лет назад. А, да. Ну, в 85-90-х годах, значит, он тогда уже должен был мыслить уже, скажем, был же академик Андрей Сахаров, человек демократического убеждения, тот к этим вопросам подходил довольно осторожно и понимал, что это такая очень щепительная вещь. И не надо было разбрасываться вот этими теминологиями, определениями, там, национал-патриотизм, национал-сепаратизм. Ну, и казахов же опьянили тоже. То же самое, вот его поверхностное отношение проявилось во время декабрьских событий. Это же он допустил, это же с его позволения колбим был назначен в Казахстан без оповещений, без разъяснений, как будто вот в обухом по голове. А что получилось дальше, вы знаете. Но надо признать, что Михаил Сергеевич Горбачев позже извинился перед казахским населением. Об этом вспоминает Мухтар Шаханов. И вот в один из приезда в Казахстан он сказал, да, тогда была ошибка. Я, говорит, в кадрах вопросов, я приношу извинения. Он публично извинился, кстати. Но, правда, он уже не был президентом СССР, Горбачев, когда извинился. Ну, вот такие ошибки у него были, конечно. И вообще вот человек, который пошел на слом такой махины, человек, который сделал очень много дели реформирования Советского Союза, и, в общем-то, целый гуманистическое убеждение. Он же все-таки не использовал войска в отношении мира и населения. Но при этом он постоянно лавировал какие-то, так сказать, половичные шаги. Вот те же декабрьские события, вместо того, чтобы, скажем, это дело довести до того, ну, как-то решать путем тактических этих, они стали привлекать к оружию на силу. Правда, в малых объемах, но тем не менее. Ну, опять-таки, с его же согласием. Возможно, с его согласием, возможно. Потом, если вы помните, вот, определение казахский национализм, что вот на улицу Алматы вышли хулиганствующие лица, там, из числа наркоман, кого-то так. И пьяных, да. Ну, это Камсхомольская правда давала вот такую информацию, было сообщение ТАСС. Вот, это, конечно, абсолютно неприемлемые, ненужные были методы. И за этим тоже следил Абсанзур? Да, из него не дал строить идола. Были у него определенные ошибки. И вот об этом мы с тобой сейчас говорим. Но при этом он оставался человеком таких реформаторских убеждений. А для нас, вот для Казахстана, да, для независимого Казахстана, давайте обсудим теперь его роль. Является ли Михаил Сергеевич Горбачев вот тем человеком, той личностью, которая сыграла несомненную роль в образовании независимого Казахстана? Да, ведь здесь можно подойти тоже двояко. Человек, который до последнего стоял за сохранение Советского Союза. А сейчас мы о нем говорим, что если бы не он, то не было бы и Республики Казахстана. Ну, его роль в создании независимого Казахстана, она была, на мой взгляд, косвенной и опосредственной. Она не была прямой. Вернее, она была прямой в определенной мере. Во-первых, он не препятствовал тому, он был за то, чтобы суверенитет республик наполнялся таким реальным содержанием. Здесь он стоял на этой точке зрения. И когда вот стали производиться выборы президентов национальных республик, а это же при нем было, и республики стали принимать свои законы, он, в общем-то, не использовал силовые методы. Вот, хотя был Баку, Бельнюс и Тбилиси тоже были, это на его совесть, кстати. Но при этом, когда вводилась должность президента в Казахстане, Назарбаев вспоминает, что к ним позвонил Горбачев и сказал воздержаться, просил. Базахстан, Аббасович Назарбаев сказал, нет, так решил народ Казахстана. И надо признать, что... А это был еще 90-й год. Войска отряды КГБ в тогдашнем времени, они были, так сказать, под руководством Горбачева. Он, как президент СССР, мог дать им команду использовать войска, скажем, в одной из национальных республик. То ли вот после этих событий декабря 86-го года или, скажем, тибилийских событий, он уже войска не стал использовать, кстати. Потом надо ему дать должное, он же сам подал в отставку. Он сам подал в отставку. И в распаде, в окончательной точке, вообще окончательная точка в распаде СССР была поставлена не Горбачевым. Давайте, нам надо быть объективным. Шел медленный процесс изменения, распада СССР. Это, кстати, нормальная, естественная вещь для всех стран мира. Для крупных, наверное. Да, создание и распада СССР. Так сказать, это распада государства. Это, так сказать, вполне естественная вещь. Государство рождается, умирает. Да, как люди. Но окончательно, вот последнюю точку, причем такую жирную, корявую точку, поставила ГКЧП. И вот нас в августе 1991 года. Посмотрите состав. Крючков, Яазов, Янаев. Потом был такой Стародубцев, представитель колхоза. Это такой военно-промышленный комплекс. И Стародубцев был директором совхоза. И вот кто сопротивлялся реформам, это были военные, военно-промышленные комплексы. Они жировали же в советский период. Везде терпели поражение, кстати. В Афганистане потерпели поражение. Но военно-советский Союз был такой довольно ожиревший каста. Не зря же во всех путчах в Советском Союзе участвовали военные. Хунта. Да. И, значит, партийная Макатура, Янаев и другие, они тоже имели очень большие привилегии при Советском Восточном. Бокатин, да, еще. Да, они имели очень большие привилегии. Нет, Бокатин был другой. А, он, наоборот. Да, он, наоборот, поддерживал. Да, он поддерживал как разведельцы. Потом вот директорский корпус Стародубцев был директором большого крупного совхоза, насколько я знаю. Они стояли, они имели большие привилегии, они имели власть, они имели доступ к материальным средствам. И вот они решили выступить. И они же отстранили от власти Горбачева, когда Горбачев находился в форусе. Помните, да? Да, да. Президенция. И даже руководитель аппарата Горбачева оказался в числе этих заговорщиков. Их поддержал Лукьянов, председатель Верховного Совета, сокурсник Горбачева. Может, они правильно сделали? СССР в чем? Ну, когда все руководители, да, и силовых, и политических, и партийных органов выступили вместе, сообща, то есть их объединяло, наверное, что-то, с чем они не могли не согласиться. Объединяло желание сохранить по-прежнему Советский Союз. Такой консервативный взгляд. И вот об этом, кстати, писал Парис Николаевич Ельцин, Множественно, Вишнадрбаях. И Горбачев пишет, что вот они собрались втроем, вот перед тем, как Горбачев должен был ехать в форус, они, значит, собрались втроем и приняли решение о том, что, значит, будет обновленный союз, обновленный союз. И приняли решение, значит, что вот Горбачев съездит в отпуск и, значит, поменяет правительство. И вот он говорит, нам, говорит, показалось, Горбачев пишет, что как будто кто-то нас слушает. Еще, говорит, Борис Ельцин стал, нам, говорит, показалось, он пишет. И Борис Николаевич стал оглядываться, говорит, пошел, осмотрел балкон. Они прямо вот этот случай описывают. Я еще, говорит, сказал, ты что, Борис? А потом, говорит, оказалось, что да, действительно, их прослушали, вот эти, те, кто стал заговорщиками, почистыми, они прослушивали, вот, это страшная вещь. Они прослушивали заседания, совещания высших должностных лиц, то, чего не должно быть вообще. Они, значит, как Горбачевники, прослушали. И когда они услышали, что готовится смена правительства, будет новое правительство, и новые люди придут к власти, они решили действовать немедленно. Почему этот и путь состоялся, они друг друга там. Был тогда премьером Павлов, Ядзов примкнул к ним. Крючков, представитель КГБ, был таким главным заговорщиком, закопивающим этого дела. Они решили совершить путь, отстранить законопрезент и поставить такого, в роли такого куклы, был такой Янаев, в роли маринетки, которого подписывал все законы. Он же стал подписывать эти распоряжения, постановления, указы даже, так как Яков Горбачев болеет, по воле вот этих руководителей силовых ведомств. Ну, демократия победила. Демократия победила, потому что москвичи вышли на улицу. И роль Бориса Николаевича Ельцина здесь была, несомненно, такой ключевой. Хотя Ельцин и Горбачев друг друга страшно не любили, они, в общем-то, где-то ровесники. У них была постоянная борьба до конца жизни. Хотя Горбачев в свое время. Поднимал-то Ельцина Горбачев же, он же Свердовский, они его перетянули в Москву, потом поставили первую секретарь в Москву в горком партии, где, значит, Ельцин потребовал побольше власти и, значит, проведение глубоких реформ. Был такой плен, на который он выступил. Форсирование темпа реформ. После чего его отправили в гострой. Так сказать, что он там строил что-то. Тот вновь вернулся в политику, стал, значит, одним из самых ярых оппонентов Михаила Сергеевича Горбачева. И вот суверенитет России он во многом обязан Борис Николаевичу Ельцину. Он стоял за суверенитет всех других республик. Суверенитет России он за собой автоматически влечет суверенитет и независимость других республик. Чем, кстати, республики хорошо воспользовались. Ну и правильно сделали. Да. Горбачев до последнего стремился сохранить союз, да, и в рамках обновленного союза, и в рамках союза суверенной государства. Были различные у них форматы. И Нурсуланом Ильич Назарбаев тоже поддерживал Горбачева в этом. Говорят, что в обновленном союзе Горбачев предложил Нурсулану Ильичу Назарбаеву роль главы правительства. Есть такая информация. Но она не встречается в протоколах, есть только в воспоминаниях. А воспоминания, видите ли, они не всегда это реальный документ. Но мне кажется, в обновленном союзе, так сказать, правительство, должны были прийти новые люди. И, скорее всего, Горбачев, мне кажется, уже опирался на, хотел опираться на таких, на лидеров национальных республик. Несомненно, казахстанские лидеры или, там, скажем, украинские лидеры, это крупнейшие республики после России же. Тот же Шварнадзе, который тогда был, находился в власти, они, несомненно, они, несомненно, они как раз могли быть в этом новом правительстве. Шварнадзе же, как раз, по воле Горбачева стал министром иностранный отдел. Эдуард Амбаросевич был действительно человек очень таких тоже демократических убеждений. Горбачев, вот я веду в Евразийской университете, докторские, работаю докторантами. Вы представляете, когда я ему говорю, что лет 20 назад, 30, в магазинах не хватало мяса, молока они не верят. До 2000-х годов, вообще за все годы, в Советском Союзе это было страдой вечного дефицита. Не хватало молока, мяса, только хлеб, правда, везде был, и водка везде была. Одежда хорошая не хватало, машин не хватало, видимо, годами стали в очередях. И молодежь в современном об этом не знает, они не понимают, как это не хватало молока, там, мяса. Счастливая молодежь. Сейчас все есть, да. И может быть и хорошо, что... А с другой стороны, может быть, и плохо, что они этого не видели, не знали и не ценят то, что сейчас имеют. Чтобы не обидеть людей, я понимаю, людей, которые жили в Советском Союзе. Да, была и, как это было, социальная справедливость. Были бесплатные, ну, школы и сейчас бесплатные, и вузы тоже бесплатные. Только поступайте через НТ, например. Так же? в Казахстане, я имею в виду. Мне кажется, многие связывают свою молодость с той страной. Потом, конечно, там не было равноправия, но вот эта пропаганда советская постоянно говорила, «Мы живем в стране равноправия, мы, значит, такая, значит, открытое общество». На самом деле, оно не было таким. И вот многие люди верили. Потом, люди защищали Родину. Мне кажется, вот эти дорогие вещи, как-то люди как-то сплачивают. Это нормальные вещи. Я тоже дорожу, скажем, участием своих дедов, дедов, которые защищали Родину во время Великой Отечественной, отца, который тоже был в армии. Я сам служил в Советской армии, был сержантом. Но, тем не менее, это прошлая страница нашей жизни. Что же, зачем же нас велигировать по прошлому? Нам надо смотреть в будущее, строить новый, справедливый Казахстан. Правильно. Давайте подведем итог. Таким образом, личность Горбачева неординарная не только для Советского Союза, Казахстана, но и в мировом масштабе. И мы сегодня об этом сказали, подчеркнули. Он заслуженно получил и стал лауреатом Нобелевской премии мира. Несомненно, что действия Горбачева по реформированию сложной системы, экономической, политической системы привели к неожиданному результату, к которому он сам сознательно не стремился, но тем не менее, Советский Союз распался и на его обломках были созданы 15 новых независимых государств, в том числе и Республика Казахстан, чему мы, несомненно, рады и недавно праздновали юбилей, 30-летие, уже больше. Поэтому можно ли назвать его ценным вкладом в независимость или косвенным, об этом история еще будет судить. Хотелось бы напоследок проколировать ваш резюме по этой личности, к сожалению, покинувший этот мир, но тем не менее, оставивший такой память в истории целых поколений. Вот в общем, мы должны быть благодарны таким людям, как Горбачев. Я вот не понимаю тех, кто сейчас говорит, вот он развалил страну, мы там якобы там жили прекрасно, вот здесь только из-за него так сказать разруха наступила, нет. Это Горбачев наоборот открыл окно в мир. Только после его реформы люди получили возможность выезжать за границу. После его реформы люди увидели новое достижение технологии. Советская страна же очень отставала от технологического. Советская страна проиграла уже в 70-е годы технологическую революцию, она проморгала полностью. и все достижения телефоны, машины, ну типа вот этих джипов или там мерседесов, это же не советские. Даже регули советские это фиат. регули фиат. Или там у нас Либель говорит, когда была дешевая колбаса и дешевая водка. Извини, человеку это уже мало. И вот резюмируя свое выступление, хочу сказать что Горбачев сделал реформы и в области политики, в области политической надстройки. Вместо вот этих скучных, таких похожих друг на друга первых секретарей обкомов, краевкомов, стали выдвигаться новые кадры, стали приходить к власти. Был введенный институт президентства. Правильно? Абсолютно. Кстати, не все наверное знают, что в 1917 году, в июне, когда в Оренбурге значит движение Аллах Шарда принимал свою программу, там стоит пункт о введении института президентства. То есть Аллах Шадын с одним из первых говорили в 1917 году. Только в ноябре, когда большевики пришли к власти, они естественно там все это разломали. Так вот многопартийность, потом свобода слова. Вот вы журналисты, какая стала интересная журналисты. Какие были интересны публикации? Да. Дети Арбата, журналисты, журналисты, лагерная, Шаламов. Значит, в Казахстане публикация материала Махжан, Жумбаева, восстановление имена Алихана Букиханова, Ахмета Байтурсынова, Алихана Байтурсынова, Шакарина Байтурсынова. Которые были без вина, расстреляны, потом были при награде, гласности ужасы жертв прошлого, также, о котором мы не знали. Мы были какие-то вот такая очень умела пропаганда, такой информационный ресурс, используя советская власть, она постоянно вот после приходства власть, она все вот так вывернула свои поражения, она показывала как победы, постоянно скрывали репрессивную политику, расстрелы людей, потом поражения в воинах. Она постоянно занималась такими пропагандой своих достижений, и всегда тот, кто что-то осмелился сомневаться или говорить, они их загоняли в тюрьму и расстреливали. Атмосферу террора, страха. Удушение религиозного верования, это куда годится вообще. Расстрелы религиозные деятели. Я вот много писал о политической оппозиции, почему люди, те, кто оставался здесь, они убежали за рубеж. Потом не все знают, что, знаете, вот был такой Махмед Кулмагомедов, казахский диссидент, я о нем писал, он был осужен на многие годы в таюжном лагеря, так он был освобожден, так же, как диссиденты России, Украины, Грузии, в обмен на деньги. Я читал протоколы, Брежнев, Андропов, там сидят, решают на политбюро, нужны, говорит, для развития экономики СССР, нужны западные кредиты, а западные кредиты не дают, потому что у нас очень много политзаключенных, и вы представляете, Брежнев говорит, давайте, выпустим их, но зато мы получим кредиты, то есть они этими людьми торговали, как рабами какими-то, как в древнем реме, и вот выпускали, среди них был Махмед Кулмагомедов, они сумели получить свободу, выехать за рубеж, правда, лишились советского гражданства, но за это получали западные кредиты, которые тут же проедались, потому что не было изменений техники, технологий, не было частной собственности, и вот одна из заслуг Горбачева, кстати, изменения не только в политических делах, введения многопоактивности, свобода слова и так далее, свобода митин-шествия, но он же сломал, по его требованиям, по его нажимам, была введена часто собственно этот локомотив экономики, вот он значит, помните, вот кооперативы, сейчас ругают эти кооперативы, но извините, 90-е годы эти кооперативы и эти люди, которые из Китая, из Турции или как их челноками назвали, они же спасли людей от голодной смерти, они накормили, одели людей советских, в том числе казахстанцев, и мы как-то об этом забываем, все время, когда настралируют правосовестный союз, я просто поражаюсь, насколько это можно быть, так сказать, таким, близоруким. В советской власти, в советский период очень много было расстрелов, депортации народу очень много было. Дальше, значит, в духовной сфере очень большие изменения произошли, и вот человек как бы получил реальную свободу. А то, что вот вы сейчас говорили, что получили независимость республики, это же заложено в конституции 1922 года. Каждая республика имеет право на самостоятельный выход из состава Советского Союза. Почему-то страна называлась СССР, Союз Советских Социалистов Республик, Союз. Правда, Союз был на самом деле такой декоративный, тем не менее, в 1991 году, когда республики расходились, они использовали вот эту юридическую норму. Эту юридическую норму. Чем его воспользовались? И когда, завершая тему, я хочу сказать, что Беловежская пуща, когда собрались лидеры России, Ельцин, лидер Украины Леонид Кравчук и лидер Белоруссов Шучкевич, Шучкевич, он был представителем Верховного Союза Беларуси, у них не было президентства тогда. Они приняли решение как раз о денонсиации договора 1922 года, что позволило как бы разойтись республикам, а в декабре 1991 года в Алмате собрались там один из республик, по-моему, были. Прибалтика отказалась участвовать, Грузия прислала только своего наблюдателя, и вот значит там была принята Алматинская декларация, которая сообщила о создании СНГ, Совета Независимых Государств. То есть получился такой бескровный, довольно такой довольно удачный, эффективный процесс развода. переходы из одного качества в другую. потому что когда годами все это накапливалось в этой единой бочке, она и так стала взрываться. Международным конфликтом, о котором вы говорили, было много забастовок, помните, шахтеров, домохозяек, шахтеров рабочих, шоферов было очень много. И вот все это должно было как бы прийти в такое стабильное состояние путем вот такого развода. И Горбачев, мне кажется, счастливый человек. Он увидел Аспацию Суизу, он же долго жил, и только после тяжелой болезни он скачался. Для одного человека, а он же такой же, как и все. Казахстан это тоже, и все, кто не жрал, гадидвай, и пенсион тот жралган. Он же такой, как все, но этот человек сумел при всех несовершенствах, при всех ошибках, он, на мой взгляд, сумел создать великое дело в своей жизни. И ни в чем не раскаянивался. Реформу нет, он раскаянивался, что все-таки ему было жаль, что распался в Советский Союз. Что такое Советский Союз? По большому счету большой колхозов. Я сам служил в Советской Армии, я был успешным человеком во время Советского Союза. Я действительно был очень успешным. Тем не менее, я видел, езья на систему, я понимал, что такая система, она недолговечена. Рано или поздно она должна распасться. И мне кажется, Горбачев понимал, что в таком виде, помните знаменитая фраза «так жить нельзя больше, так больше жить нельзя». Эта фраза как раз появилась уже в годы перестроена. ключевая такая, известная. Большое спасибо. Прикор Геннадь, вы действительно точно отметили те моменты, что в условиях Советского Союза мы жили в обществе закрытом, закрепощенном, зажатом, без права голоса, слова, без права даже выхода куда-либо не могли не покинуть территорию своего района, своего колхоза. До 60-х годов так и было. Люди жили без паспортов. Сейчас многие не знают. Это были крепостные, крепостные как в Российской империи, а трудовые армии, когда людей загранили в это. А армия, огромная армия ГУЛАГа, которая работала на этих бесконечных стройках, промышленных объектах. Обычно вы же нам задаете вопрос. А у меня вопрос такой, после нашей передачи вы не боитесь, что посыпятся упреки, что этот профессор Айган и Арман Сулейменов сидят там, мажут чернотой прошлое и обеляют Горбачев. Вы этого не боитесь? Наши встречи, наши интервью дают определенный общественный отклик. Мы получаем ощущения, впечатления наших зрителей, наших читателей. Это для нас очень важно. и я думаю, мы ведем очень нужную работу. Не хватает исторического взгляда, экскурса, для того, чтобы оценить наши сегодняшние достижения. Ведь только ваше поколение, наше поколение, те, которые прожили 80-е, 90-е, может ценить то, чем мы сейчас владеем. И надо об этом постоянно напоминать. Каким был наш Казахстан в 90-м, 91-м году? Каким он был в 2000-м? Каким мы сейчас стали? Что мы имеем на сегодняшний день? Ведь если бы Советский Союз не распался, просто подумайте, как бы, Маныч, что стало бы с казахским народом? Что стало бы с казахским языком? Что стало бы с нашей историей? СССР вечно воевал с соседями, кстати, Советский Союз постоянно воевал. Не только Афгарская война, были много войн. Это и финская война, это война с японцами, это, значит, советские войска находились в Африке, в Кубе, во всех странах так называемого социалистического лагеря. Больши, Болгарии, Венгрии, Германии, и так далее, и так далее. Это страна вечно такая воюющая власть страна. Да. А Казахстан пропагандирует мир. Мы открыты всему миру, всему мировому сообществу. Всегда выступаем за мирное решение любых конфликтов. Даже Астанинский процесс по проблемам Сирии получил такое название Астанинский процесс, подчеркивая характер мирных переговоров и мирного решения любого конфликта, любой тяжелой политической ситуации. Большое спасибо, Маркарий Иванович, за такое интересное интервью, в котором мы подняли не только судьбу и личность Горбачева, но и осмотрели на те плюсы и минусы нашего советского прошлого, к которому никак не хотелось бы возвращаться и это такой урок для нашего молодого поколения. Цените те достижения, которые мы приобрели за эти 30 лет современного демократического рыночного развития нашей страны. Очень серьезная вещь, потом ставите, годы независимости, когда спрашивают, что дали казахстанцам конкретно годы независимости, это же не только определение границ избрания президента, многопартийность, свободное средство массовой информации, самое главное казахстанцы они приобрели уверенность, у них стал исчезать страх, что их покарают, что их потащат на портбюро, и вот стали смело проводить реформы. Казахстан является одним из самых успешных до сих пор стран постсоветского и даже постсоциалистического пространства. Нам достаточно, мы же часто едем за рубеж, с соседем, не с чем сравнивать. И Казахстан действительно наберет до впечатляющего успеха. И вот строительство нового Казахстана, строительство нового Астаны, оно ведь тоже нам предало уверенность, что да, мы оказывается можем. Астанар детища независимости. И вот есть очень серьезная вещь, потом ставите Арман, советская пропаганда или пропаганда коммунистской партии как преподносила? Они все говорили, что можно построить беспроблемное общество, типа коммунизм. Хотя никто этот коммунизм так и не построил, все это осталось же только на бумаге. И вот мне кажется, многие таскуют, когда говорят о прошлом, им кажется, что мы не сумели как бы или коммунизм проскочил мимо нас, что можно создать беспроблемное общество, где можно жить припевающе. Такое не бывает в природе. Человек должен трудиться, чтобы зарабатывать, человек должен, чтобы жить хорошо, он должен много работать. Например, эти вот как библейские вещи мы должны людям объяснять, не бывает беспроблемных общества, невозможно построить коммунистическое общество, это миф, это легенда просто. Абсолютно верно, согласен с вами. Ну, на этом закончим, большое вам спасибо, увидимся на новых как-то. Я думаю, у нас еще будет о чем поговорить в будущем. Пожалуйста, я готов к встрече. До свидания.